Добрый день, меня зовут Маргарита, добро пожаловать на мой канал и сегодня будет видео про рабочие отношения в Испании. То есть я никогда не затраивала эту тему насчет контрактов, работы, какие у нас права, какие обязанности, но сегодня я вам расскажу такую интересную тему, которую многие не знают, я сама, если честно, очень долгое время не знала про это и только потом, когда начну разбираться, поняла, что у нас есть достаточно много прав и сегодня мы поговорим о таких видах прав, как тип разрешения. То есть, на что мы можем попросить разрешения, чтобы отсутствовать на работе, причем нам за это заплатят. Это очень интересно, эти разрешения прописаны в трудовом кодексе. Все мы знаем, что подзаконные акты никак не могут противоречить законам и как-то уменьшать права граждан и в плане трудовых отношений тоже. Поэтому Трудовой кодекс Испании прописал наши права, а вот в зависимости, в какой адресе вы работаете, есть коллективные соглашения, которые уже также прописывают эти права, но они могут их немножко улучшить. То есть дать или больше дней, или больше прав, но никак не ухочет. Поэтому я сегодня вам расскажу именно про права, которые у нас есть по трудовому кодексу. Это в любом случае, на любом предприятии, где вы работаете, в любой отрасли вы имеете право на эти разрешения, на эти права, которые вам будут оплачиваться. То есть вы можете попросить разрешения отсутствовать на работе по какой-либо причине и вам это оплатят. И сегодня мы рассмотрим, на что вы можете попросить разрешения и что вам будет оплачивать. Единственное, я хочу уточнить, что вы должны запросить разрешение за 15 дней, как минимум, конечно, есть определенные пункты, по которым вы не можете за столько запросить, поэтому в зависимости от ситуации, как можно раньше, в письменном виде начальника или руководства компании вы должны уведомить и попросить эти дни. Итак, самое интересное, право у вас есть, независимо, где вы работаете, в какой отрасли, что вы делаете, у вас есть 15 дней на роспись, на жениву. То есть, если вы расписываетесь, если вы женитесь здесь в Испании, вам компания обязана дать 15 дней и оплатить вам эти 15 дней с момента росписи. За это, конечно, вы должны запросить за 15 дней до момента росписи, попросить разрешение. Вот, поэтому, если вы собрались жениться, или расписываться, или большую свадьбу делать, у вас есть 15 дней отдохнуть, погулять, куда-то съездить, и вам заплатят, как будто вы работали, и как будто вы сидели на работе. Второй очень важный пункт, это когда вам дают 2 дня на рождение детей, госпитализация или операция без госпитализации, или смерть для родственников, или для вас, или для родственников до второго колена. То есть, например, если, не дай бог, у вас какая-то операция у вашей брата, сестры, или детей, или мамы, папы, или, не дай бог, смерть, то есть вам должны дать 2 дня свободного времени. Если вы должны куда-то передвигаться, или куда-то далеко ехать, то плюс еще 2 дня. Например, если вы работаете здесь, например, из России, вы, например, из России, вы работаете здесь, и у вас что-то произошло вот в этом народе, что-то, или операция, или кто-то родился, например, у брата, или у сестры, или, например, родился ребенок у брата, или сестры, и вам нужно ехать в Россию, то вам должны дать 4 дня на это событие. То есть, имейте в виду, тоже должны уведомить заранее, тоже должны сообщить и попросить, и вам дадут, и оплатят эти все дни. Следующее, это переезд в другое место жительства, мы дают 1 день. То есть, например, вы переезжаете, вы купили квартиру, вы сняли квартиру, и вам нужно переехать, вам дают 1 день на это событие. То есть, вы спокойны, чтобы в этот день, конечно, 1 дня мало, но, по крайней мере, это хорошо, 1 день спокойно можете перевезти, спокойно побыть, все сделать. Для выполнения общественного долга, это все, что касается суды, голосования, то есть, например, вас позвали как свидетель и так далее. То есть, сколько нужно, например, если вам нужно пойти в суд как свидетель, или вам нужно пойти в суд для дачи показаний, или еще что-то, вы спокойно предоставляете документ, и можете идти на сколько нужно времени. То есть, вы пошли там, например, то есть, не обязательно, то есть, наверное, раз можно пойти, два. У меня, кстати, такое было, я была свидетелем, как обокрали одну машину, и мне ничего лучше в голову не пришло, как снять это видео. И плюс еще раз спросить соседей, знаете ли вы, включая эта машина, сказали, знаем, они подали в суд, и мне потом по судам, как свидетеля, тебя знали, я не знаю, сколько. И я на работе еще носила эти бумажки, что я хожу, как свидетель, причем я раз пришла, там, как будто кто-то не появился. Появился, то Рора, там уже за три или четыре ходила постоянно, то в полицию ходила, там, подавать показания, то в суд ходила, ну, в общем, я постоянно ходила. И, в конечном итоге, кстати, этого человека не посадили, потому что я его не узнала. Ну, то есть, я-то снимала, но я не знаю, кто это, это было далеко. Ну, то есть, его узнал, сосед, этого человека, а я не узнала, то есть, я не знаю, кто это. И когда меня спросили, узнаю, я сказала, нет, я не узнаю. Его, конечно, в итоге не посадили, ничего не произошло. В общем, я зря ходила по этим судам и ничего, конечно, в итоге не добилась. Следующий пункт – это для выполнения профсоюзных задач. То есть, если вы состоите в профсоюзе, вы можете спокойно сказать, я иду по своим делам, решать там вопросы, общаться с коллективом или документы собирать и идти заниматься своим делом, потому что на это выделяется столько, сколько нужно. То есть, сколько вам нужно, столько и занимайтесь. Следующее время дается, сколько нужно, это подготовка к родам. То есть, всякие курсы, там, не знаю, учеба, курсы накорбления, курсы к родам. Ну, то есть, все, что касается подготовки к родам, вы имеете право отсутствовать сколько, столько нужно. То есть, если часы, например, подготовки к курсам выпадают именно ваше рабочее время, вы предупреждаете и уходите заниматься подготовкой к родам. То есть, в этом плане не бойтесь, вы можете запрашивать. Например, я в свое время, когда ждала первого ребенка, очень, то есть, я не знала этого и много пропустила этих курсов, менялась днями, там, как-то просила других, там, девочек меня подменить, потом отрабатывала. Ну, в общем, я этого не знала и никто у меня, соответственно, из руководства вышестоящего, никто мне об этом не сообщил. Вот, но сейчас я об этом знаю, но сейчас мне это уже не надо. Поэтому я рассказываю вам это, если кому-то надо, имейте в виду. Следующий пункт, это дается 1 час в день на кормление ребенка. То есть, когда вы рожаете, у вас есть декрет, потом вы выходите на работу и у вас есть 1 час в день, в который вы можете уходить раньше на кормление ребенка. Вы можете плюсовать эти дни, потому что это 1 час в день, день, пока ребенку не исполнится 9 месяцев. То есть, многие, как, например, я и многие вообще, кого я знаю, эти дни плюсуют, то есть, эти часы плюсуют, то есть, они приплюсовываются, там получается какой-то срок, я уже не помню сколько, и, то есть, это плюсуется и прибавляется к декретам, то есть, чтобы немножко больше побыть с ребенком дома. Так что имейте в виду, если вы не знали, если вы только родили или собираетесь, то есть, у вас есть это право. Также, если после рода у вас ребенок находится в госпитализации, то есть, бывает такое, что что-то происходит с ребенком, или нужно, чтобы он немножко побыл еще в больнице, то есть, у вас есть тоже 1 час в день, пока ребенок находится в больнице на госпитализации, вы можете уходить раньше и посещать больницу, то есть, соответственно, сократить ваш рабочий день. Следующий пункт очень интересный, это столько, сколько нужно членам совета компании. То есть, если вы являетесь членом совета компании, вы можете отсутствовать сколько угодно и заниматься своими делами для решения ваших вопросов. Так что имейте в виду. Также есть такое понятие, кстати, у нас в Украине это есть, я им всегда пользовалась, я училась и работала, и когда у нас были экзамены, я предоставляла документ, что у меня идет сессия, экзамены, и я уходила с работы, мне это оплачивалось. Так вот, я всегда думала, что в Успании такого нет, оказалось, такое есть, то есть, если у вас экзамены, вы имеете право предоставить документ и на время экзаменов отсутствовать на работе, и вам будут оплачиваться эти дни. Также очень интересный пункт для тех, кто хочет учиться, это работники, которые проработали как минимум 1 год в компании, имеют право на 20 часов в год на обучение. Это, конечно, очень мало, ну, хотя бы что-то. То есть, у вас есть 20 часов в год, когда вы можете отсутствовать на обучение, учиться, и вы можете продолжать в течение 5 лет. Ну, а этот пункт идет по договоренности с компанией, то есть, вы должны поговорить с управляющим, то есть, компания, и сказать, что вы хотите учиться, у вас, например, там идут такие-то, такие-то дни, вы можете работать, или какие-то дни вы можете, вы не можете работать. То есть, это все уже обговаривается с компанией, то есть, какие дни вы будете, никакие, никакие дни не будете. И, но все-таки у вас есть это право 20 часов в год в течение 5 лет на учебу, то есть, может, какие-то курсы тоже, но эта учеба должна быть связана с вашей деятельностью. То есть, если, например, вы работаете поваром, а вы хотите пойти учиться на курсы компьютерщика, то, соответственно, это вообще никак не влияет на вашу деятельность, на ваше развитие. А вот если вы работаете поваром, и вы хотите, там, какие-то курсы квалификации, или что-то пойти, какую-то учебу, то есть, у вас есть 20 часов, и вам должны это все оплатить. Итак, на этом все. Единственное, что я хотела вам сказать, что все пункты, которые связаны с тем, что вы можете отсутствовать на работе, и вам это будет все оплачиваться, обязательно нужно предоставить документально. То есть, нельзя просто сказать, а, я пошел там в суд, или, ой, я пошел учиться, или, ой, я там, через 15 дней меня не будет, я пойду, выхожу замуж. Но, то есть, вы должны документально все, по максимуму, все это предоставить, все документы, потому что без документов это не будет считаться. Все то же самое, например, если, вот я вам рассказывала, что нужно предоставить все документы, запросить за 15 дней, конечно, есть случаи, например, там, роды, или смерть, или госпитализация. То есть, в этом случае, соответственно, ну, это такое происходит, вы не можете преугадать. То есть, в этом случае, соответственно, то есть, как только произошло, вы должны это все сообщить, и предоставить все документы, соответствующие, что там кто-то в больнице, или что-то произошло, или родители, и так далее. Ну, то есть, обязательно нужно, как можно раньше предупредить, и, соответственно, предоставить все документы, почему вы отпрашиваетесь, почему вы просите эти дни. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, оно было для вас полезным, интересным. Если у вас есть вопросы по поводу контрактов, работы, прав, обязанностей, обязательно спрашивайте. Может, какие-то хотите видео, чтобы я сняла на эту тему, я обязательно вам сниму, обязательно отвечу на все вопросы. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Всем хорошего дня, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok